Продолжение следует... Мужики с победой говорили перед игрой, что хочется целостной игры, чтобы видна была наша система, наши детали, и чтобы это было на протяжении всей игры. Она была видна, эта картина наша, не всегда, не получилось у нас выдержать всю игру, я даже не говорю только про концовку, но были периоды в игре, где начинали принимать неправильные решения. Но что было на протяжении всей игры, это вот командный дух, характер, друг за друга, лавка. Даже когда два гола пропустело, никто голову не повесил, все верили, что выиграем, ну и супер голы. И здорово, что и Пашка здорово подтащил, и сблокировали много бросков, так что командная победа, молочи. Да, в принципе, провели неплохую игру, смогли повести, всю игру удерживали, играли по счету. В принципе, ничего не предвещало беды, залетели две шайбы в наши ворота, но смогли отыграться. Такие игры еще приятнее выигрывать, именно по такому сценарию, с таким соперником, можно сказать, принципиальным уже, который стал нам. Поэтому, в принципе, все довольны игрой. Не спрошу даже, помним ли мы обидное поражение в плей-офф от Локомотива, а перефразирую вопрос, что остался ли Локомотив командой с тем же рисунком игры, то есть мы понимали, что вот то, что ожидали, то и увидели. Я думаю, да, система их игры никак не поменялась, возможно, то, что еще сезон как бы и начался, есть какие-то пробелы, но и у нас есть пробелы, но то, что рисунок игры похожий на их игру в кле-оффе, это 100%. Вторая игра подряд в овертайме у нас, но при этом вытаскиваем буквально там, в самом начале, тоже за счет чего достигли этого. Ну, овертайм 3 на 3 – это зрелище, это выходят мастера команды, и хорошо, что у нас есть хорошие исполнители, и они могут решить это, не доведя до очень долгого времени. Хороший сегодня получился матч, мы встречались с сильным противником, Локомотив такая мастеровитая команда, они борются, не дают много времени и пространства с шайбой, но я считаю, что сегодняшняя встреча была лучшей на данный момент к нашим исполнениям. Мы знали, что они поднадавят, что они не отступят, действительно, они воспользовались своими моментами, возможно, мы где-то немножечко потеряли концентрацию, но мы проявили характер, и это признак хорошей, сильной команды, потому что мы не опустили руки, мы продолжили бороться, сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм, и там уже вырвать победу. В прошлом сезоне и в сезоне до этого Авангард постоянно играл в овертаймах в раскладе 4 на 3, и при этом довольно часто побеждал, очень редкие были поражения, но сейчас у нас две игры подряд, и выигрываем именно в 3 на 3, еще нужно учитывать то, что в будущем сезоне за поражение при снятом вратаре будет давать 0 очков. То есть для нас это теперь не будет проблемы, то есть мы будем дальше играть 3 на 3 в овертайме? Мы на тренировках работаем над игрой в расстановке 3 на 3, потому что сейчас правила изменились, и если ты снимаешь вратаря, тебе забивают, то ты теряешь очко. Это очко может оказаться очень важным, когда уже к концу чемпионата будет иметь значение расстановка в турнирной таблице, поэтому не знаю, какой тактикой мы будем использоваться в дальнейшем, будем ли мы играть 3 на 3, или будем рисковать тем самым ценным очком в овертайме. Продолжение следует...